Что ты боишься? Я мало чего боюсь, но я иногда боюсь людей. Я боюсь болезни больше всего, потому что я не могу позволить тебе быть слабой. Я боюсь оказаться, наверное, слабой. Перед людьми, перед жизнью, потому что я одна, и мне нужно быть сильной. От чего ты можешь заплакать? Я могу заплакать от счастья, я могу заплакать от обиды, но в момент трагедии, которые у меня были, я не плакала. И я это усвоила. Были истерики. А заплакать вот такими вот очищающими слезами я могу от воспоминания умершего человека, допустим. Я могу заплакать от сочувствия, если поставлю себя на место человека. Я могу заплакать, если обидят беззащитного. Я вообще очень боксивая, кстати. Это хорошо или плохо? Для меня это плохо. Иногда я... Иногда я так позорилась из-за своей слабости. Вот эти слезы, они выдают... Беспомощность. Иногда были такие ситуации, когда я плакала еще из жалости к себе. Вот это было позорно. А все остальное неплохо. Это слезы очищения. После них легко. Свободно. Я очень люблю поплакать перед съемкой. Выходит лишний стресс. Становится легко и чувство свободы возникает такое. Оль, что тебя может согреть? Ой, меня может согреть слово. Я человек, который говорит языком любви слова, слова, слова. Я от слов прям вот могу растаять. Могу полюбить даже человека за то, что он мне скажет много ласковых слов. Меня согревает дружба. Мои многочисленные друзья, которые в трудный момент всегда приходят ко мне на помощь. Они меня обожают, и это меня греет очень. Когда у тебя что-то не получается, в чем ты находишь силы, чтобы идти дальше? Ну вот у меня последние три года ничего не получается. И я не знаю, в чем искать силу. Знаете, сила, наверное, находится в самой жизни. В том, что ты идешь. Вот просто ты идешь. Ты идешь. Ты свой путь чувствуешь. Ты его знаешь. Ты идешь. Идешь. И вдруг возникают моменты, когда тебе жизнь посылает что-то хорошее. Людей, события, деньги, съемки. Вот ты просто идешь. Самое страшное – заставить себя вот жить. После трагедий, потерь, вот это вот самое тяжелое заставить себя жить, улыбаться, надевать платье, краситься. Силу дают мне мои друзья. Вернее, любовь моих друзей. Это точно. Я ее ощущаю. Эту силу, которую они мне дают. Ну и, конечно, преодоление каких-то... Каких-то вещей, которые делают лень. Преодолевая, я получаю энергию. Оля, в чем ты мечтаешь? Я мечтаю сниматься в хорошее кино. Я мечтаю сыграть хотя бы две роли. Так, чтобы мои потомки сказали, как клево играла эта тетка. Какой бы ты хотела, чтобы тебя запомнили окружающие? Настоящий. Талантливый. Такой, который может что-то такое, чего другие не могут. Штучный. Эксклюзивный. Артист. Ну, это честно. А что с твоим пониманием настоящий? Настоящий. Настоящая... Настоящая я та, которую знаю. Только я... То, что еще не вышло. То, что еще закрыто. И хорошо бы это открыть. Какая она настоящая ловь? Ну... Она разная. Бывает... В любом случае, она позитивная личность. Это точно. М-м-м... Какая я настоящая? Я очень хороший человек. У меня очень много сочувствия внутри. Я... Очень понимаю людей. Я очень эмоциональный человек. Отзывчивый. Честный и порядочный. Я за свою жизнь никого не предала никогда. У меня нет проблем с дружбой, с коммуникабельностью. Я совершенно легко нахожу общий язык с любым человеком. Потому что я умею видеть кое-что внутри. Я вижу прекрасные качества в людях. И за это себя люблю очень. Настоящая я могу быть еще и гневливая, конечно. Во мне могут быть какие-то отрицательные качества. Например, раздражительность, отвратительное качество для женщины, у которой нет нормальной личной жизни. Ну, это понятная ситуация. Ты потом за это себя коришь и корнишь шоколадом. Думаешь, ну ладно, девочка, ну не расстраивайся. Господи, простят. Куда я не делаю? Тебе кажется, люди вокруг видят тебя вот такой хороший? Да, меня видят такой. Потому что я стараюсь быть честной с людьми, с которыми соприкасаюсь тесно, близко. Мне тяжело пробиться там к незнакомым костинг-директорам, режиссерам и прочим. Это люди, которые сами очень закрыты. И они тебя оценивают, анализируют. И что распахиваться-то? Как-то им неловко. Им вот этот взгляд оценивающий. Я очень не люблю. Потому что есть какие-то качества во мне такие, которые я в себе не люблю. И поэтому, когда меня оценивают, у меня происходит зажим. Ну, это естественный человеческий зажим. Комплексы-то никуда не спрячешься. Что ты в себе не любишь? Я не люблю в себе нижнюю часть лица. Вот эту челюсть тяжелую не люблю. Я не люблю косноязычие. Иногда у меня бывает такое косноязычие. Я не люблю вот этот плечевой зажим. Все время хочется как-то расправить крылья и полетать, чтобы летать. У меня вот здесь какой-то горловой зажим существует от какой-то нереализованности. Вот здесь вот. Иногда такой ком в горле прям. Не люблю неуверенности в себе. И я иногда ее чувствую очень хорошо. А иногда... Ну, вот откуда это не свобода берется? Я не знаю. Я на сцене свободна. Я в репетициях свободна. А перед камерой на кастингах зажимаюсь. Я не люблю в себе это. Есть шанс это победить? Ну, есть. Я хочу жить с камерой. Я хочу, чтобы она... Я хочу, чтобы ты жила у меня дома. И чтобы я с тобой постоянно разговаривала. Что ты сейчас чувствуешь, Женя? Я сейчас чувствую маленькую победу, потому что... Вот у меня происходит некое расслабление такое хорошее. Во всяком случае, я... Могу сейчас много что-то хорошего сказать. Могу быть открытой.